Портал Экзегет Размышляя над этим, вспомним совет апостола Павла из послания к Лосинам. Что бы вы ни делали, трудитесь от всей души, как если бы это было для Господа, а не для людей. Ваш Господин Христос, вы служите Ему. Трудитесь от всей души. Именно здесь я вижу ответ на поставленный вопрос о том, как избавиться от щупалец лени, подобной осьминогу или пауку, захватившему в паутину несчастную муху, душу, находящуюся в состоянии уныния, хандры, печали и расслабления. Делайте всё, что нет, свершайте от души. По-русски это называется с искоркой, с огоньком. Вот этому мы должны учить прежде всего себя и своих собственных детей. Вкладывать частичку сердца в любой физический труд. Убираем ли мы собственную комнату, трудимся ли в огороде, общаемся ли с людьми. То есть мы должны полностью включаться в разговор, полностью направлять наше внимание на собеседника, раскрывая перед ним душу, как бы мысленно обнимая его любовью, а особенно в делах духовных. Читаем ли мы молитвослов или по памяти произносим слова утреннего молитвенного правила, изучаем ли священное писание, с помощью святых отцов пытаемся докопаться до самой досути, понять оттенки смысла, значения того или иного выражения. Трудитесь от всей души для Господа, а не для людей. Если мы хотим стяжать, приобрести всегдашнее трудолюбие, энергичность, бодрствование духовное, если не желаем ничего иметь общего с ленью, расслаблением и, соответственно, тоской, унынием, хотим быть бодрячками, хотим быть светлячками, то, делая что бы то ни было, мы должны делать это пред лицем того, кто нас видит, слышит, любит, мысленно полагая к стопам Иисуса Христа каждую свою мысль, каждое слово, каждый поступок, всю свою жизнь, принося в жертву Иисусу Христу, заботясь о качестве конечного продукта, то есть напрягая все душевные и телесные силы, не работая спустя рукава, ничего не делая небрежно, тяп-ляп для галочки, для проформы. Но действительно, как некогда Авель принес из лучших овечек жертву Всевышнему, так мы должны на все пять баллов, на все сто выкладываться, трудясь со знаком качества во славу имени Господа Иисуса Христа. Если мы к этому себя приучим в малом, то и Бог нам даст делать великие дела, при том, что мы не будем утомляться, ибо нам будет содействовать во всем божественная благодать. У занятой пчелы нет времени для скорби, говорит русский народ, и поэтому, находя отдых в перемене занятий, достигая знака качества в каждом маленьком деле, мы научимся и словом, и мыслью, и делом прославлять Господа Иисуса Христа, и тот наградить нас радостью от Духи Святого. Продолжение следует...